К сожалению, рассказать всё про классификацию я не успею уже, но тем не менее, наверное, это то, с чего, может быть, нужно было начать, хотя теоретически предполагается, что это то, что все, кто занимается диагностикой и лечением рака молочной железы, знают. И тем не менее, я всё-таки позволю себе вам напомнить некоторые позиции классификации действующей. Многие считают, что эта классификация гистологическая, но это совсем не так. Это классификация для всех специалистов, которые участвуют в процессе диагностики и лечения, потому что она позволяет нам с вами говорить на одном языке. На чём же она базируется? Это классификация, которая действительно отталкивается от субстрата, то есть от молочной железы. Молочная железа – это большая красивая альвеолярно-трубчатая железа, которая сложно устроена, которая помимо, собственно, железистой ткани имеет ещё и другие ткани. Это кожа, сосок, жировая ткань, фиброзная ткань, мышечная ткань. И, соответственно, из всех этих элементов, составляющих орган, могут развиваться опухоли, как доброкачественные, так и злокачественные. Если вы обратите внимание на устройство самой железы, собственно, что подразумевает слово альвеолярное? Это значит, что у этой железы есть концевые отделы, которые являются альвеолами. Если мы говорим о молочной железе, то мы называем их дольками. Они имеют двуслойную выстилку, эпителиальную и миоэпителиальную. И долька имеет собственную специализированную строму. А также есть междольковая поддерживающая строма и протоки разного калибра. Почему это важно? Потому что из разных отделов органа развиваются разные опухоли, и классификация, собственно, включает это в различные разделы. Классификация, которой мы пользуемся, это классификация Всемирной организации здравоохранения. Это издание вышло в 2012 году. Впервые изданы новообразования молочной железы в отдельном издании. Ранее они были включены в классификацию совместно с органами женских половых органов. Почему это возникло? Потому что это бурно развивающееся, частое заболевание, и очень много различных нозологических единиц включается в эту классификацию. Вот разворот, который, собственно, включает лишь перечень нозологических единиц. Это несколько десятков. Мы обратим с вами внимание на разделы. Конечно, самая частая опухоль молочной железы – это рак молочной железы. Она относится к эпителиальным опухолям. Это первый раздел. И мы сегодня будем преимущественно говорить, конечно, именно об эпителиальных опухолях. Но помимо них не нужно забывать о том, что в молочной железе могут быть как мезонхимальные опухоли, так и так называемые фиброэпителиальные опухоли, которые встречаются чаще, чем мезонхимальные, и являются одним из специфических образований для этого органа. Кроме того, отдельно выделены опухоли соска, злокачественные лимфомы, метастатические опухоли. Молочная железа может быть местом метастазов других злокачественных опухолей. Поэтому, когда вы занимаетесь диагностикой, особенно первичное образование молочной железе, вы не можете исключить этот вариант. Вы должны обследовать пациента целиком на предмет установления возможного вторичного поражения органа. Кроме того, отдельно выделены опухоли грудной железы. Мужчины не имеют некоторые особенности, в большей степени доброкачественное образование. И вы видите отдельно обозначена рубрика «Клинические паттерны». Это воспалительные формы карцином и билатеральный рак. Самые частые паттериальные опухоли и самая частая опухоль, которую на сегодняшний день классификация называет неспецифицированный инвазивный рак молочной железы. No special type. То есть это то, что мы иногда в российской терминологии называем БДУ. То есть это образование без дополнительных уточнений. Я немножко остановлюсь потом, почему так случилось. И вы видите, есть специфические формы рака и редкие формы рака молочной железы. Почему я вам показываю эти большие списки? Потому что на сегодняшний день неспецифицированный инвазивный рак, который, те, кто знаком был с предыдущим изданием классификации, назывался инвазивным протоковым раком в этой классификации, он хоть и составляет большую часть раков молочной железы, до 75% карцином, но, тем не менее, это опухоль, которая не имеет специфических признаков. То есть на сегодняшний день гистологически это диагноз исключения. Для того, чтобы поставить неспецифицированный рак, мы должны исключить все специфические и редкие формы рака молочной железы. Для этого мы должны как минимум их знать. Они бывают редко, поэтому бывают ситуации, когда ты сталкиваешься с опухолью, которую ты никогда не видел. Чем еще отличается вот эта самая частая форма рака молочной железы? Это гетерогенная группа. Это очень большая группа, которую можно, в общем, назвать помойкой. То есть все, что не имеет специфических черт, называется вот таким образом. Мы пытаемся эту большую группу часто классифицировать по степени дифференцировки хотя бы, по молекулярно-биологическим подтипам, по фенотипическим особенностям, потому что они все очень разные, и они могут течь клинически по-разному. Именно из-за того, что на сегодняшний день классификационно эта рубрика является свалкой. Таким образом, вот, пожалуйста, это макроскопические практически картинки, то есть это микроскопические картинки, которые позволяют вам увидеть, что эти опухоли могут быть очень разные по форме, очень разные по плотности. Это значит, что они могут иметь различные клинические и лучевые проявления. Эль-классико, да, считается, что неспецифицированный инвазивный или протоковый рак, потому что неспецифицированная форма рака действительно в 95% случаев биологически это именно протоковый рак по происхождению. А вот эти остальные 10% – это по происхождению другие раки, которые, опять же, не укладываются ни в какую специфическую категорию. Поэтому, когда мы говорим о чертах этой группы нозологической, мы всегда упоминаем о том, что это большая часть из них. Но это очень плохо характеризует эту группу как клинически, так и морфологически. Кроме того, есть ещё целый ряд доброкачественных и неопределённых потенциалом за качественностью пролифераций в молочной железе, которые могут клинически, рентгенологически и даже гистологически симулировать инвазивный рак. Это различные виды аденоза, в том числе радиальный рубец, и аденомы. Аденомы эпителиальные и аденомы фиброэпителиальные, то есть фиброаденомы – самые частые опухоли. Вот, например, если вы клинически столкнулись с округлым узлом в молочной железе, что это может быть? Это может быть фиброаденома, это может быть киста с внутрипротоковой папилломой, это может быть рак агрессивный, это может быть специфическая форма рака, это может быть неспецифическая форма рака. Поэтому всегда, когда вы сталкиваетесь с этим образованием и начинаете первичную диагностику, вы должны очень много информации держать в голове, чтобы не пропустить ничего. То есть для того, чтобы поставить диагноз неспецифицированного инвазивного протокового рака по старому определению, мы должны знать специфические формы рака и должны знать классификационные критерии, которые нам позволяют установить специфическую форму рака. Потому что если то образование, которое мы видим, не укладывается в них, мы должны отнести его в категорию НСТ. Одним из самых частых специфических типов рака молочной железы является дольковый рак, инфильтративный, который тоже и биологически, скорее прогностически, это не вполне однородная группа, потому что он может быть индолентный более-менее и может быть более агрессивный в зависимости от своих морфологических проявлений. Но, тем не менее, это опухоль, которая составляет до 15% инвазивных раков молочной железы, и её клиническая особенность состоит в том, что она может не формировать узла, определяемые ни пальпаторно, ни даже лучевыми методами. То есть это опухоль, которая создает сложности уже на этапе первичной диагностики. И при этом она характеризуется высокой потенцией к висцеральным метастазам. Ну, у этой формы рака есть классическая форма, есть солидная форма и есть плиаморфная форма. Таким образом, если мы говорим о классическом инвазивном дольковом раке, он не формирует узла, либо формирует узел, который невозможно определить его границы. Если мы говорим о солидном варианте, то это округлый узел с чёткими контурами, который симулирует в том числе и доброкачественное образование молочной железы. Но это может быть дольковый рак. Если мы говорим о плиаморфном варианте, то это опухоль с более неблагоприятными цитологическими характеристиками и ведёт себя на более агрессивно. Почему вообще он характеризуется, видите, такими отдельными цепочками и такой россыпью клеток? Почему это происходит? Потому что у этой опухоли биологически имеется потеря молекулы клеточной адгезии Екатхирина. За счёт этого опухоль не имеет возможности образовывать связи межклеточные, поэтому он так рассыпается как в молочной железе, где он развился, так и в метастазах. И это определяет его высокий инфильтративный потенциал и сложность определения границ этих образований. Но есть и более благоприятные формы рака молочной железы. Вот, например, тубулярная карцинома. Это карцинома по происхождению протоковая, высоко дифференцированная. Это грейд-1. Это хорошо, очень структурно организованная опухоль, которая состоит из трубочек, поэтому она тубулярная, с низким ядерным грейдом. То есть это монотомная клеточная популяция, высоко дифференцированная опухоль. Они начали выявляться при внедрении маммографического скрининга. Раньше они не выявлялись такой частотой. И, в принципе, это ситуация, которая требует деэскалации лечения, потому что, как правило, они гормонопозитивные. И близко к этой категории относятся к ребреформной карциномы, которая формирует такие вот решетчатые структуры или структуры по типу сита. Это тоже высоко дифференцированная опухоль по определению грейд-1. Как правило, гормон позитивный. И также может быть излечено минимальным воздействием как хирургическим, так и одеваемым. Муцинозная карцинома – это тоже опухоль, которая создает сложности как для клинической диагностики, в первую очередь, потому что это, как правило, чёткий округлый узел с невысокой плотностью. И он может часто симулировать доброкачественное образование фиброденомы. И когда идут на фиброденомы, потом оказывается муцинозный рак. Вообще, раньше по определению считалось, что эти опухоли развиваются, как правило, у пациенток пожилого возраста. И это отчасти тоже определяло их более благоприятное течение. Но на сегодняшний день они нередко выявляются. И у более молодых женщин считается, что опухоль – это может прогрессировать в более агрессивной форме неспецифицированного рака. То есть терять вот эти свои черты специализации в виде продукции муцина. И вот это один из вариантов прогрессии, которые мы можем морфологически выявить как смешанные опухоли. Одно из самых частых видов смешанных опухолей является сочетание протокового рака или сейчас мы называем его неспецифицированным, и долькового рака. То есть когда есть поломка и происхождение эпителиальных клеток из разных отделов железы или протоково-дольковой единицы, которая является функциональной единицей молочной железы. Такие же варианты рака, когда это сочетание муцинозной карциномы, которая продуцирует неклеточную слизь и неспецифицированного рака, вероятнее на сегодняшний день определяется именно опухолевой прогрессией. И мы выявляем опухоль на одной из стадий её прогрессии и в более агрессивном виде. Прогноз, конечно, в такой ситуации будет определяться именно неспецифицированным компонентом, его характеристиками. Есть такая группа карциномы с медулярными чертами, то, что раньше называлось просто медулярным раком, на сегодняшний день в классификации. Это группа образований, я постараюсь вам объяснить, почему это произошло, которая включает, собственно, в себя классическую медулярную карциному, атипическую медулярную карциному и инвазивный, неспецифицированный рак с медулярными чертами. Если вы слыхали раньше про медулярную карциному, то это опухоль, которая имеет гистологические признаки низкодифференцированного рака, но очень выраженную лимфоцитарную инфильтрацию. При этом она может клинически, опять же, симулировать доброкачественное образование за счёт того, что это, как правило, округлый узел с чёткими контурами, мягкий по своей консистенции и имеет более благоприятный прогноз. На сегодняшний день мы, конечно, можем это объяснить с позиции иммуноонкологии, тем, что это образование, в котором очень выраженный местный противоопухолевый иммунный ответ самого организма пациентки. И за счёт этого, вероятно, эти опухоли имеют более благоприятное течение. Спасибо большое. Несмотря на свои гистологические признаки агрессивности. Но, опять же, это группы гетерогенные, потому что не всегда опухоль, которую мы видим, соответствует всем классификационным критериям. Вот здесь перечислены классификационные критерии, которые необходимы для того, чтобы поставить классическую медулярную карциному. То есть, их здесь вот семь штук. Если опухоль не соответствует одному или двум из этих критериев, тогда мы должны поставить атипическую медулярную карциному. Если же она не соответствует ещё большему количеству критериев, тогда более предпочтительен диагноз неспецифицированного инвазивного рака с медулярными чертами. Что это значит? Потому что по прогнозу неспецифицированные раки хуже, чем раки медулярные, классические, потому что в них менее выражена вот эта иммунная местная реакция, вероятнее. Мы можем пытаться это объяснить таким образом. Поэтому чем меньше эти проявления, тем больше опухоль похожа на обычный рак, инвазивный, неспецифицированный, но высокого грейда, то есть на высокоагрессивную и специфицированную опухоль. Это очень часто встречается вообще при очень многих образованиях, и в том числе при образованиях молочной железы, когда мы имеем дело не с какими-то дискретными, совершенно разными образованиями, а имеем место с какой-то последовательностью изменений, которую мы выявляем морфологически либо клинически на определенном этапе. Поэтому говорить о том, что что-то течет совершенно определенным образом, а что-то течет совершенно другим образом, очень сложно. И молочная железа – это такая очень пластичная болезнь, и вообще опухоль очень пластичная, и она подвержена как влиянием организма, так и внешним влиянием нашим, которые мы на него оказываем, будь это гормонотерапия или химиотерапия. И это, конечно, должно как-то модифицировать наш подход к лечению этих образований. Мы должны рассматривать это как динамический процесс, не как что-то статическое и однозначно однажды определенное. Есть так называемая еще карцинома с апокринной дифференцировкой классификации, сейчас она называется так. Раньше это называлось апокринной карциномой молочной железы, на сегодняшний день. В общем, мнения специалистов разнятся, некоторые считают, что ее нет, поэтому это лишь апокринизация эпителия в неспецифицированном раке, поэтому он так сейчас называется в классификации. Другие же полагают, что все-таки есть истинная апокринная карцинома, и этому есть свои подтверждения. Например, у нее есть молекулярная сигнатура апокринная, позже мы будем говорить о том, что есть различные молекулярные сигнатуры в раках молочной железы. Кроме того, у нее есть определенный фенотип, и чаще эти опухоли развиваются у более пожилых женщин, около 70 лет, и характеризуются более благоприятным прогнозом, несмотря, скажем, на экспрессию андрогеновых рецепторов, что при других формах рака ассоциировано с менее благоприятным прогнозом. То есть это группа опухолей, у которой есть клинические особенности, морфологические особенности, генетические особенности, прогностические особенности. Вероятнее, следует их все-таки рассматривать отдельно. Кроме того, есть различные варианты архитектурные, например, микропопулярная карцинома, которая вне зависимости от локализации, будь это молочная железа, легкая, мочевой пузырь, всегда и везде характеризуется высоким риском лимфоваскулярной инвазии и, соответственно, риском метастазирования как лимфогенного, так и гематогенного. Поэтому, когда морфолог выявляет эти изменения или эти черты в опухоли, это нужно отражать в заключении, потому что это характеризует высокий метастатический потенциал этих опухолей, даже если они не являются чисто микропопулярными. И есть большая тоже гетерогенная группа – это метапластических карцином. Некоторые клиницисты полагают, что метапластическая карцинома молочной железы – это тоже что-то отдельное, что это какая-то одна опухоль, одна. На самом деле, вы видите, их очень много. И на самом деле они очень разные, потому что, в принципе, метапластические раки – это раки трижды негативные, которые имеют высокий потенциал к эпителиальной мезонхимальной трансформации, которые могут симулировать саркомы морфологические, могут иметь гетерологическую дифференцировку так называемую, то есть формировать хрящ, кость. То есть это вообще по определению опухоль агрессивная и страшная, и, как правило, она и ведёт себя таким же образом. То есть она плохо отвечает на терапию, которую мы обладаем, и довольно быстро прогрессирует. Но при этом часть из этих опухолей – аденоскламозная карцинома low-grade и метапластическая карцинома по типу фиброматоза – на сегодняшний день их выделяют как-то в отдельную группу, потому что они ведут себя довольно индолентно и лечатся хирургически, и, в принципе, не требуют, наверное, более никакого вмешательства. То есть нужно смотреть глубже, эти опухоли могут вас удивить, поэтому, сталкиваясь с заключением метапластической карцинома, следует попросить вашего патолога детализировать, что он имеет в виду, потому что это может быть как высокоагрессивное образование, так и довольно индолентное образование. Я просто два слова скажу про мезонхимальные опухоли, потому что не стоит забывать об этом, они бывают в молочной железе, бывают редко. Первичные саркомы молочной железы – это редкие образования, как и доброкачественные первичные мезонхимальные образования. Вы видите, спектр очень большой, и всё, что может быть – это фиброзная ткань, жировая ткань, мышечная, нервная. Из всех этих тканей могут развиваться как доброкачественные, так и злокачественные образования в молочной железе, но редко. Гораздо чаще бывают фиброэпителиальные опухоли, потому что это, собственно, опухоли молочной железы. Самая частая из них – фиброденома. Истинная частота фиброденом неизвестна, потому что не все они оперируются. Кроме того, есть большая группа филоидных опухолей, очень сложная для понимания вообще в принципе и клиницистами в частности, потому что они бывают доброкачественные, пограничные и злокачественные. Есть морфологические критерии для того, чтобы разграничить одно от другого. Можно спорить об их надёжности и точности, но тем не менее доброкачественные и злокачественные филоидные опухоли ведут себя совершенно по-разному, понятное дело. И кроме того, филоидная опухоль, даже доброкачественная, это не фиброденома, это другая опухоль. В принципе, мы можем говорить опять же о том, что это некий континуум, то есть это некие изменения, потому что, скажем, если мы возьмём классификационные критерии, то сверху вниз – это увеличение клеточности стромы опухоли, это так называемое преобладание стромы, то есть изменение соотношения между эпителиальным и стромальным компонентом в сторону стромы. От фиброаденома к злокачественным фиброэпителиальным опухолем увеличивается доля стромального компонента, увеличивается его клеточность, то есть плотность клеток в этом компоненте, и увеличивается методическая активность. Понятное дело, что есть пограничные ситуации, когда сложно отнести однозначное образование к той или другой категории, но, тем не менее, они разные, они отличаются друг от друга. И есть вот передуктальная стромальная опухоль, лоу-грейт, это, в общем, она просто локализуется вокруг протоков, как правило, может не формировать узла и гомортома молочной железы. Вот, собственно, пример. Эфиброаденома. Это уже филоидная опухоль. Есть разница? А кто видит разницу? Об руки поднимите, кто видит разницу. Не все хорошо видят. Вот это злокачественная филоидная опухоль. То есть, видите, изменения нарастают от одной позиции к другой. В общем, можно спорить о том, следует выделять, не следует выделять так детально эти категории. Но, в общем, на сегодняшний день все-таки известно одно, что фиброаденомы все-таки это абсолютно доброкачественная опухоль, которая не рецидивирует. Если же мы говорим о доброкачественной, даже филоидной опухоли, то это образование, которое имеет определенный потенциал к местному рецидиву. И более того, имеет потенциал к прогрессии в более агрессивные формы филоидных опухолей. То есть, это образование, которое биологически ведет себя по-другому. Наверное, имеет смысл все-таки его классификационно выделять. Мы про прекурсоры не будем говорить. Я просто скажу про то, что они есть. Это, в общем, наверное, отдельная тема для разговора о том, какова их частота, какова их биология, каков риск прогрессии в инвазивной форме рака. Владимир Федорович задел вопрос о том, как лечить эти состояния, как относиться к ним, если вы находите их вблизи хирургического края резекции. То есть, это, в общем, вопрос интересный и дискутабельный. Я хочу только обратить внимание, что со временой классификации есть вот дольковая эноплазия или дольковая карцинома ин-ситу. Она тоже, видите, неоднородная. Но вот, скажем, если мы возьмем пересмотр ТНМ-8 или IGCC-8, который пока еще не действует даже в мире, но, тем не менее, отношение вот к этой нозологической единице меняется, и сейчас, она исключена из классификации как карцинома ин-ситу. То есть, дольковая карцинома ин-ситу не является карциномой ин-ситу по ТНМ-8. Ну, в общем, это пища для размышлений. Можете подумать, надо этим почитать, почему так случилось. И почему тут стоит многоточие? Потому что, на самом деле, мы с вами затронули только очень небольшую часть разделов классификации. Возможно, самые частые опухоли мы даже не смогли с вами охватить весь спектр специфических и редких раков молочной железы, потому что это очень, вы видите, насыщенная нозологическими единицами категория. Кроме того, есть отдельно группа, скажем, папиллярных опухолей молочной железы, которые тоже начинаются с совершенно доброкачественных папиллом внутри протоковых и заканчивая инвазивными папиллярными раками. То есть большая группа гетерогенная, которая определенные сложности имеет как для клинической, так и для морфологической диагностики, и о которой тоже можно говорить отдельно. Классификация очень насыщенная, очень интересная, потому что орган сам очень интересный, очень разнородный по своему строению. Единственное, к чему я все-таки хочу вас призвать в качестве резюме, эту классификацию, если не знать, то хотя бы почитать, хотя бы знать, где ее почитать. Потому что это очень полезная книжка, которая позволит вам, в общем, сориентироваться, когда вы столкнетесь с чем-то, с чем вы никогда не сталкивались. Например, со специфической формой рака молочной железы. Как ее лечить? Как часто она встречается? Насколько вероятность высока того, что это действительно она? Потому что вот та книга, которую я показывала вначале, она не только для патологов, она для всех, она содержит информацию и по эпидемиологии, и по частоте встречаемости, по клиническим проявлениям, по лучевым проявлениям того или иного нозологического варианта, и в том числе в ряде случаев по прогнозу молекулярной генетики и по течению. То есть, по крайней мере, вы сможете сориентироваться, что это такое, в каком направлении думать и в каком направлении читать, если вы не сталкивались с этим раньше. А редкие формы встречаются чаще, чем мы думаем. Спасибо за внимание. Если есть вопросы какие-то... Спасибо большое, Сергей. Очень наглядно, информативно и мотивационно, что главное. Я думаю, что все после сегодняшнего дня мы пойдем начнем читать классификацию. Да, пожалуйста, Оксана. Да. Микрофон можно? Ну, просто нам для трансляции, чтобы было слышно. У нас есть зрители. Спасибо. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вы сказали, что фиброденомы не рецидивируют, но наши патологоанатомы у нас в онкодиспансере в Рязанском периодически пишут в заключениях листовидную фиброденому, которую часто рецидивируют. Все-таки она относится к какому-то отдельному типу или вот она в вашей классификации как-то куда-то представлена? Листовидная фиброденома – это неиспользуемый ныне старый термин, определяющий доброкачественную филоидную опухоль молочной железы. Ага, то есть она относится все-таки к филоидной. Это доброкачественная филоидная опухоль, да. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, да, пожалуйста. Еще вопрос. Ну, филоидная – это листовидная в переводе. Сейчас, пока микрофон несет, я задам вопрос. У нас есть зритель из Минска, Михаил Шипетько, который спрашивает, существует ли гормональный патоморфоз опухоли, в частности, аденокарцинома молочной железы. Интересный вопрос. Я думаю, что да. Михаил, да. Вот. Собственно, как можно… А вот Никита Александрович хочет прокомментировать. Да, пожалуйста, Никита Александрович. Микрофон, да, на секундочку. Я могу задуматься? А, сейчас, да. Да, вот я, может быть, два комментария тоже по поводу листовидных опухолей и по поводу как раз гормонального патоморфоза. Ну, вот листовидные или филоидные опухоли, их все-таки выделяют не зря, и они гистогенетически молекулярно связаны с фиброденомой. У них, так сказать, исходная, драйверная, в общем, мутация, она одна и та же, это МЕД-12 ген, вот, и, в общем-то, во всех видах листовидных опухолей эта мутация присутствует. Другой вопрос, что по мере опухоли и прогрессии, так сказать, накапливаются другие дополнительные генетические нарушения. Поэтому то, что это звенья одной цепи, это абсолютно очевидная вещь, и на самом деле их выделяют именно из-за различного биологического потенциала, потому что, по идее, по своей сути, то, что мы называем пограничной листовидной опухолью, является фактически саркомой молочной железы низкой степени злокачественности или саркомой с локально-диструирующим характером роста. То есть это та опухоль, которая очень низкий метастатический потенциал, практически равна нулю, но при этом уже достаточно высокая частота локальных рецидивов, невозможность четко границы определить и так далее. А то, что мы называем злокачественной листовидной опухоль, это фактически уже high-grade саркома молочной железы. Просто они имеют довольно типичный генетический профиль, типичное морфологическое строение, поэтому они, так сказать, имеют особые такие названия. Поэтому, конечно, эта классификация должна обязательно быть, должна применяться, и, в общем, ей уже очень много времени, чтобы сейчас дискутировать, нужна она или нет. Она нужна, и она отражает различные биологические этапы. Это я имею в виду для клиницистов, если у них, так сказать, еще какие-то есть сомнения на эту тему. И термин «листовидная фиброденома», он, в общем, невозможен именно по этой самой причине, что фиброденома – это начальный этап, это абсолютно доброкачественный, четко как граничную опухоль, которая не может рецидивировать, а листовидная опухоль – это уже, так сказать, вот начало некого истинно пограничного процесса, то, что называется доброкачественная листовидная опухоль, когда уже какой-то потенциал к локальному рецидиву есть. Относительно гормонального патоморфоза, на самом деле, эта проблема, она такая, она хорошо видна в историческом контексте, потому что, если мы посмотрим работу на эту тему, там, 1890-х годов, конца, когда были описаны первые авариктомии для лечения рака молочной железы, то, в общем-то, или спонтанной регрессии рака молочной железы после того, как пациентка переходит в менопаузу, то, в общем-то, мы, конечно, видим гормональный, так называемый, патоморфоз. И впервые описан он был хирургами, а не патоморфологами, но, конечно, они его видели не сам в микроскопе, а со слов, как бы, вот морфолог мне рассказал, да, вот есть мы Единбургский вестник медицинский, посмотрим, там приблизительно такая фраза, что морфолог мне рассказал, что в опухоли после менопаузы наступило жировое перерождение, и поэтому мы видели ее клинический регресс. То есть, гормональный патоморфоз, он есть, но мы его не видим после неоадювантной гормональной терапии, потому что для его реализации нужно значительно больше времени, чем проходит между моментом окончания гормональной терапии, неоадювантной, и операцией. Там тоже, так сказать, нужны месяцы, вот как для реализации, например, эффектов лучевой терапии, да, если мы соперируем через неделю после окончания лучевой терапии, там тоже никакого патоморфоза, ну или, по крайней мере, такого очевидного не будет, полного регресса. В то время как, если через два месяца, уже у части больных может наступить полный регресс. Поэтому он существует, но динамика его такова, что в современной рутинной практике мы просто его не видим и практически не отмечаем в наших патологоанатомических заключениях. Но если больная по каким-то причинам где-то зависнет, из-за разных инфекционных заболеваний и так далее, и будет существенный диапазон между окончанием гормонального неоадюматного лечения операцией и это лечение будет эффективным, то, конечно, признаки регресса в виде дистрофии опухолевых клеток, жировой трансформации и так далее, мы сможем там усмотреть. Спасибо большое, Никита Александрович. Очень. Да, еще вопрос был. Спасибо большое за ваш доклад. Практически невозможно направить женщину на секторальную резекцию при фиброаденоме. Для этого по ОМС должны быть особые показания, хотя бы какие-то суспециозные изменения. Поэтому тактика ведения пациенток с фиброаденомами – это в основном наблюдение. Но с учетом того, что вы акцентировали внимание о доброкачественной филоидной опухоли и злокачественной, то вот вопрос отсюда. То есть если фиброаденома – это такое узловое образование с четкими контурами, филоидная опухоль, она отличается полицикличностью и хорошо, допустим, видна на ультразвуковом исследовании, то есть ли какие-то клинические такие признаки, которые могли бы навести на мысль, что все-таки мы должны настоять на оперативном вмешательстве, то есть признаки переходной формы пилоидной опухоли или злокачественности? Я думаю, в первую очередь, конечно, это был рост, это темпы роста образования. То есть это просто наблюдение, да, вот именно рост ее. Или есть, может быть… Насколько мне известно, есть некоторые лучевые признаки, там при помощи соноэластографии можно, в общем, выявить паттерны, более характерные для филоидных опухолей. Для этого, конечно, пациентку нужно тогда предоперационно обследовать в каких-то специализированных условиях при наличии определенных темпов роста, которые заставляют вас подозревать наличие более агрессивного образования. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо, Анна Сергеевна. Спасибо. Спасибо.